Ииии всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала, на связи как всегда Старый и сегодня я хочу вам показать как построить стартовый дом в Майнкрафте. Обязательно досмотрите это видео до конца, а если оно вам понравится, то поставьте ему лайк. Итак, давайте начинать. Вот такое вот количество ресурсов нам необходимо для постройки данного дома. В основном у нас будут использоваться ступеньки из темного дуба, также нам понадобятся доски из темного дуба, ну и фиолетовая керамика также у нас будет встроена в наши стены. Все остальное уже будет использоваться в небольших количествах. Итак, давайте ребята начинать строить. Для начала нам понадобится ступенька из темного дуба, располагаем ее здесь. Сразу же к ней подсоединяем по бокам по две доски из темного дуба следующим образом и у нас получается такая вот полоска в 5 блоков. По краям ребята сразу же начинаем строить нашу стену, у нас она будет необычная, у нас дом будет в виде такого овала. Здесь располагаем ступеньку сначала одну, затем к ней подсоединяем ступеньку перевернутую, далее опять ступень и перевернутая ступень, то есть 4 ступеньки. С другой стороны повторяем то же самое. Сначала ставим одну, здесь рядом перевернутую. И так продолжаем. Вот так у нас получается. Теперь, ребятам, здесь уже мы должны соединить ближе к центру. Здесь ставим уже 5 ступеней. Начинаем отсюда. 1, 2, 3, 4, 5. И с другой стороны, соответственно, повторяем все то же самое. В принципе, здесь ничего сложного нет. 3, 4, 5. Отлично. Здесь у нас должно остаться расстояние в 3 блога краски. Мы их заполняем досками из темного дуба. 1, 2, 3. Отлично. Вот такая вот заготовочка у нас получилась. То есть у нас стены будут вот таким вот образом сделаны. Теперь берем доски из темного дуба. И вот от этого края отсчитываем 6 блоков. Точнее расставляем сразу же дополнительно 6 блоков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И с другой стороны повторяем то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь мы, соответственно, все соединяем. И полностью сразу же закидываем наш будущий пол из темного дуба. Теперь берем ступеньки и располагаем здесь с другой стороны то же самое. То есть сделаем вот такой вот овальный каркас. Располагаем ступень здесь. Все по той же самой схеме. 1, 2, 3, 4. На нее сразу еще одну. Здесь перевернутая ступень. И далее у нас получается здесь 5 ступеней должно быть на верхней части. С другой стороны то же самое. 1 ступень, потом перевернутая. Ну и так далее. 4 ступени мы поставили. Далее располагаем уже в обратном порядке, ближе к центру. 5 ступеней. Теперь, ребята, нам нужно соединить опять же досками из темного дуба 3 блока. Отличный каркас у нас, в принципе, готов. И уже другой стены. Теперь нам нужно расположить вот эти вот наши большие стены. Теперь ставим здесь, соединяем с левой и с правой части ступеньки только перевернутые. То есть самые крайние, то есть внутренние вот эти вот ступени мы здесь не ставим. То есть снаружи подходим и расставляем здесь сначала 2 полоски перевернутых ступеней. Потом у нас идет уже на увеличение. Здесь уже ставим обычную ступень. Здесь у нас получается 3 ряда располагаемых до конца. Полностью все это дело соединяем. Можете выбрать другую какую-то древесину. Не обязательно брать из темного дуба. То есть в зависимости от того, в каком биоме вы появились, там и выбираете тип дерева. Это уже не так важно. Ну и с другой стороны, ребят, также все то же самое повторяем. Полностью соединяем наши стены лишь с внешней части. Отлично. Стеночки у нас готовы по бокам. Теперь у нас останется только передняя и задняя часть. Ну и крыша, соответственно, тоже. Крышу я решил обыграть следующим образом. Здесь мы располагаем полностью везде землю. То есть накидываем обычный дерн. Либо может быть это земля, это не важно. Отлично. И здесь располагаем немножко какой-то зелени, травы, кустов, всяких цветов. Например, можно поставить здесь немножко пионов. Также можно расположить, например, какую-нибудь синюю орхидею здесь, где-нибудь и вот здесь. И можно накидать, например, дубовых листьев как-нибудь следующим образом. Ну и как-то вот так тоже можно поставить. Это уже в рандомном порядке. Можете побольше цветов там поставить. Можете разновидностей разных. Можете листву другую использовать. Это уже не важно. Можете также дополнительно встроить, к примеру, как-то в стены. Надо добавить, например, какие-то такие вот. Так, только вот листовые. Можете как хотите сделать. Но я уже по стенам не делаю. Чист вот на крыше. Отлично. С крыши мы также закончили. Теперь, ребят, что нам нужно сделать? Нам нужно расположить здесь, подпереть наши стенки для красоты. То есть, мы здесь от края отступаем один блок. Но вот здесь вот на перевернутой ступеньке отступаем один блок. Ее убираем. Ставим здесь обычную доску из темного дуба. И от нее, соответственно, опускаем два забора из темного дуба. И так нам нужно повторить с четырех сторон. Соответственно, аналогично здесь сделаем то же самое. Подпираем забором. Опять же, это чисто делается для красоты. Так гораздо красивее. Смотрите, с этой стороны как получилось. И здесь, когда у нас не подперт наш дом. Это такой придает немного красоты. Здесь также располагаем с другой стороны все то же самое. Ставим забор. Эти блоки. Отлично. Все, четыре подпорки мы выставили. Далее нам нужно, ребята, заняться нашими стенами. Как мы их должны обыграть? Ступеньки мы уже не трогаем. То есть, на них мы ничего не ставим. Получается, отступаем от края один блок. И здесь закидываем. Соответственно, у нас получается фиолетовая керамика. По верху тоже полностью все закидываем. Здесь нам нужно сделать проем в один блок. И в три блока высоту. Также мы чуть позже еще встроим окна. Здесь у нас получается проемчик для нашей двери. Располагаем здесь сверху перевернутую ступеньку из темного дуба. И здесь ставим дверь опять же из темного дуба. Вот так у нас все это дело выглядит. Теперь давайте, ребята, поставим здесь окошки. Чтобы наш дом был гораздо светлее. Давайте сразу же их здесь поставим. Можете использовать какие-то разноцветные стеклянные панели. Можете просто стекло. То есть, квадратный блок. Ну, я решил здесь использовать обычные стеклянные панели. Самые простые и прозрачные. Теперь надо самым верхом. То есть, по центру располагаем здесь фонарь. Здесь для красоты также можно добавить цветочных горшков. Посадить какие-нибудь туда цветочки. В моем случае это лук батун и красный тюльпан. Ну, и в принципе здесь мы пока что закончили. Переходим к задней стеночке. Здесь повторяем все аналогично, как мы и делали спереди. Но здесь у нас будет глухая стена. Можете, ребята, если хотите, добавить сюда окон или что-то еще сделать. Можете какой-то выход дополнительный сделать. Еще один. Это уже на ваше усмотрение. То есть, у нас получается в задней части наш домик выглядит следующим образом. Можете встроить сюда окна. Можете как-то это все дело обыграть. Тоже будет довольно-таки прикольно. Я решил оставить это все так, как есть. Теперь, ребята, берем следующий материал, который нам необходим. Нам также понадобятся полублоки. Что нам нужно, ребята, теперь сделать? Нам нужно зайти сначала в дом. И чтобы у нас не торчала земля, чтобы у нас был более однотонный домик, нам нужно выставить здесь с помощью полублоков, закрыть всю нашу крышу. Следующим образом. Сначала ставим на еловые ступени, соответственно, они у нас там сверху. И у нас получается такая однотонная крыша, которая выглядит гораздо красивее. Теперь нам нужно здесь также встроить для красоты небольшой дымоход. Как мы это делаем? Отступаем здесь сверху два блока, то есть один, два. И вдаль отступаем три блока. Раз, два, три. И на третьем уже здесь меняем ступень на каменные кирпичи. Далее нам нужно поднять две ограды из каменного кирпича. И на самый верх добавить плиту из каменного кирпича. То же самое. То есть вот так у нас такая вот труба небольшая получилась. Теперь нам нужно немножечко украсить дом вокруг. То есть добавить немножко огорода. Также можете добавить какой-нибудь загон. Как мы это все должны, ребята, с вами обыграть. Давайте пока что эти материалы мы уберем. Они нам пока не понадобятся. Нам понадобятся еще листва. Нам понадобится дерн. Здесь нам нужно расположить вокруг всего нашего дома, кроме ступеней, располагаем листву. В моем случае, опять же, это дубовое листво, которое у нас использовалось ранее на крыше. Полностью, ребята, для красоты. Обыгрываем все вот такими вот кустами в виде дубового листва. Оставляем лишь только вход в наш дом. Теперь нам нужно для того, чтобы расположить огород, нам нужна вода. Располагаем ее здесь под центральным блоком, в самом низу, то есть под листьями. Здесь добавляем воду, чтобы ее не было видно, чтобы она не бросалась в глаза. И закрываем ее листвой. И с другой стороны повторяем все то же самое. То есть убираем сначала центральный блок, копаем вниз, ставим сюда воду и закрываем листвой. Отлично. Теперь с помощью мотыги мы делаем огородики. Их советую сделать в более рандомном порядке. То есть не делать какие-то прямоугольные, квадраты и так далее. То есть как-то вот в таком порядке расположить. Что-то подобное, например, можно сделать. С одной стороны, к примеру, у нас будет давайте как-нибудь вот так. С другой стороны повторим что-нибудь уже в другом стиле. Опять же каком-то не советую делать именно одинаковые стороны. То есть везде должно у вас быть по-разному. Например, здесь как-то давайте, не знаю, как-то вот так вот добавим. тоже будет вполне себе неплохо. Теперь, что мы... Так, видите, уже здесь дальше не идёт, потому что вода всё-таки тоже имеет свой ограниченный радиус. Теперь берём, к примеру, какие-нибудь семена, в моём случае это семена пшеницы, рассаживаем их на наши грядки, с одной и с другой стороны, соответственно, полностью всё это дело закидываем, считай, у нас уже будет обеспечена еда как раз на начало игры, потому что всё-таки дом стартовый, и еда нам нужна. Здесь ещё советую для красоты добавить немного декора в виде елового забора, следующим образом, к примеру, как-то вот так вот можно поставить здесь один, как-то вот здесь, например, завернуть, то есть чисто вот так вот для красоты расположить такой вот рваный, так скажем, забор. Здесь как-то можно тоже обыграть, давайте добавим здесь парочку, ну и здесь, например, один заборчик поставим, и уже выглядит совсем неплохо. Теперь, ребят, что нам нужно сделать? В принципе, можем убрать все блоги, которые мы использовали, наш дом полностью готов, то есть мы ничего не забыли, всё, что я хотел, я вам показал. Вот такой вот, ребята, у нас получился стартовый домик, довольно-таки необычный, то есть форма у него такого овала, что, в принципе, на моём канале не часто встречается. Внутри наш домик выглядит следующим образом, он довольно-таки небольшой, но всё-таки, так как он стартовый, вполне себе, мне кажется, места для расположения внутри достаточно. Внутрянку я уже показывать не буду, здесь уже можете сделать что-то сами, то есть здесь расположить кровать, верстак, печь и так далее, всё, что необходимо, сундуки, бочки, ну и всё то, что вам нужно для стартовой комфортной игры. Всё-таки здесь этот домик включает в себя всё необходимое для стартовой игры. Вот такой вот, ребята, домик у нас получился, кому он понравился, ребята, обязательно поставьте ему лайк, и также, ребята, не забудьте подписаться на мой канал. Всё, ребята, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok